МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы хотите знать то, о чем не пишут в учебниках и не сообщают в новостях? Какие тайны скрываются в прошлом и будущем нашей планеты? Если вы хотите раскрывать секреты нашего мира, давайте делать это вместе прямо сейчас. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Русский топор против американского «Томагавка». Почему отечественные ракеты «Калибр» превосходят вооружение противника? Как они показали себя в Сирии? Если посмотреть, докуда может долететь это замечательное изобретение, мы увидим, что перекрывается вся Европа. Перекрывается весь Ближний и Средний Восток. Гении по неволе. Почему после травмы головы некоторые люди становятся сверходаренными? Как трагедия может пробудить суперспособности? И чем это опасно? Во время аварии именно вот эта зона, где хранилась память, она была активизирована. Русский стиль. Самая знаменитая колода карт в СССР – память о царской семье. Что связывает этих дам и королей с последним балом императорской России? И после этого бала были сделаны фотографии, которые и послужили прототипами уже этих карт. Дети Маугли. Последователи секты Вавилонская башня превращали своих малышей в зверей. Зачем они это делали? И почему отец самой знаменитой девочки, дикарки Джинни Уайли, желал ее смерти? Уважение частной жизни – это одна из главных ценностей для многих американцев. Но эта ценность очень часто показывает другую сторону медали. Например, как в данном случае. Тайна подземного дворца горы Хуашань. Кто его создал? Как и зачем? Кому предназначались эти невероятные хоромы? Объемы пещер потрясающие. То есть в этих гигантских залах можно смело беспилотники запускать. Деревня динозавров. На территории России найдены многочисленные останки древнейших рептилий. Кто обитал на наших землях миллионы лет назад? Вместе могут быть и хищные, и травоядные. Это свидетельство катастрофы. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Северный морской путь защитят ледоколы с ракетными комплексами калибра. Такое заявление сделали в главном командовании ВМФ России. Например, у проектируемого атомохода «Лидер» он будет проводить суда в Арктике. Вооружение разместят в кормовой части судна. Недавно обновленными ракетными комплексами калибр оснастили новую модель подлодки, созданную для Тихоокеанского флота. Этими комплексами оснащены и боевые корабли Каспийской флотилии. Как проявили себя калибры в Сирии? И почему русский топор превзошел знаменитые американские томогавки? По словам аналитиков, Каспийская флотилия после оснащения кораблей ракетными комплексами «Калибр» стала грозным оружием мирового масштаба. Ведь теперь в ее зону ответственности попадает почти весь Ближний Восток, вплоть до северных районов Аденского залива и Аравийского моря. Докуда может долететь это замечательное изобретение? Перекрывается вся Европа. Просто вся. Вместе с дьявольской страной Великобритании, которая очень не любит Россию. И очень давно. Перекрывается весь Ближний и Средний Восток. Здоровый кусок Африки. Главная особенность ракетного комплекса «Калибр» удачного изобретения советского ВПК начала 80-х годов, его универсальность. Сегодня существуют сразу четыре варианта системы. Для надводных кораблей, подводных лодок, самолетов и сухопутных войск. Впервые он был использован из акватории Каспийского флота. Тогда было запущено 26 ракет 3М14, которые пролетели около полторы тысячи километров и точно поразили 11 целей. Вообще, комплекс «Калибр» — это линейка целая ракет, которые имеют разные коды. Дальность «Калибра» в зависимости от модификации до двух с половиной тысяч километров. Над морем ракета летит на высоте 20 метров, над сушей — 50. Она легко обходит районы со сложным рельефом местности и области, защищенные средствами ПВО. По мнению экспертов, по своим техническим характеристикам наши ракеты превосходят американские. «Калибры» даже назвали «русским топором», по аналогии с «Тамагавком». Ракета 3М14 может быть в двух модификациях — в ядерной и неядерной. Ракета может пролететь не менее двух тысяч километров и поражать цели с точностью где-то 10 метров. Она пользуется вшитой в ее память, картой местности. И даже если будет заглушена связь спутниковая, все равно она с определенной точностью долетит до цели. В начале 2000-х годов российские оружейники представили еще одну готовую ракетную систему под названием «Клаб-К». Эта установка прячется в стандартных морских контейнерах. Есть очевидное преимущество контейнерного базирования. Такой удар будет более неожиданным для противника, и предусмотреть его будет очень сложно. Ее никогда нельзя уничтожить превентивным ударом до того, как она была запущена. Такой контейнер с четырьмя ракетами можно установить на любой трейлер, железнодорожную платформу или корабль. Контейнер можно поставить в порту любого города планеты, на заводе, в складском помещении. Хоть в посольстве собственной страны. Главное — поближе к намеченной цели. В назначенное время по команде удаленного оператора контейнер автоматически раскрывается, и ракеты сами наносят удар. Система «Клаб-К», укомплектованная ракетами, стоит 15 миллионов долларов. Сколько таких контейнеров находится на вооружении российской армии — военная тайна. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Австралиец Бен МакМехан стал звездой китайского телевидения благодаря травме головы. Молодой человек попал в автокатастрофу. Очнувшись после комы, он неожиданно для всех заговорил на китайском. По словам родителей, Бен безуспешно пытался выучить этот язык в школьные годы. Но как простая травма головы могла стать источником знаний? И почему обычная лихорадка может привести к бессоннице длиной в 40 лет? Бен МакМехан, находясь в коме, выучил китайский и забыл родной язык. Очнувшись после травмы головы, 22-летний австралиец не смог произнести по-английски ни слова. Вместо этого молодой человек бегло заговорил на китайском. Через несколько дней память вернулась к МакМехану. Он вспомнил английский, но и китайский не забыл. Сейчас Бен учится на отделении финансов и коммерции в университете Шанхая. Он же изучал в школе китайский язык. На подкорку было записано количество слов, воспряжений, глаголов и так далее. Во время аварии, возможно, там из-за сильного удара, именно вот эта зона, где хранилась память вот этих вот слов, этот резерв, она была активизирована. И поэтому все знания всплыли. Американец Джон Саркин открыл в себе дар художника после кровоизлияния в мозг. Неважно, нравится вам это или нет, я не могу себя изменить. Да, теперь я так вижу мир. Я даже не пытаюсь анализировать, какой смысл в моих произведениях. Все это неважно. Если я начну думать об этом, я все равно не пойму, что происходит вокруг здесь и сейчас. Удивительно, но необычные картины Саркина теперь выставляются в лучших галереях Нью-Йорка. А голливудские режиссеры всерьез заинтересовались его историей. Известно, что раздражение отдельных участков мозга, оно, да, способствует появлению совершенно необычных переживаний. Вполне возможно, что стимуляция этих зон, проведенная тем или иным способом, способна вывести в личность человека некие ресурсы, о которых он не подозревает. Мозг очень пластичная ткань. Любое вмешательство может простимулировать ту или иную динамику. Вьетнамец Тхай Нгок утверждает, что не спит уже больше 44 лет. По словам мужчины, он не может заснуть с тех пор, как в 1973 году перенес тяжелую форму лихорадки. Нгок пробовал принимать снотворное и медитировал, но все безрезультатно. Однако сам он уверен, что такая бессонница его здоровью не вредит. Это называется еще пунктирный сон. Он засыпает на какие-то доли, секунды, либо вот так вот по 15 минутам или по 30 секунд спит. Скорее всего, он этого не замечает. Он днем засыпает на 15 минут, и этого фактически ему уже как-то достаточно, его биология к этому привыкла. Любивший выпить американец Джейсон Педжетт, после травмы головы стал настоящим математическим гением. О своих новых способностях он даже написал книгу «Удар гениальностью». До травмы Педжетт был обычным торговцем мебелью из стакомы, но теперь его случай изучают в ведущих университетах страны. Джейсон утверждает, что очнувшись после удара, он стал воспринимать окружающие предметы как трехмерные геометрические объекты, и даже смог увидеть их математические формулы. Пластичность мозга настолько велика, что в принципе она может компенсировать весьма серьезные проблемы. То есть это сочетание нескольких чувств, этому можно научиться. Мнемотехника, например, предполагает, что каждое сочетание цифр, букв, оно имеет свое отражение в сенсорной системе. Это люди называются синэстетики, развитие в тебе вот этих качеств, когда ты видишь цвет музыки, вкус музыки, например, или или как звучит цвет, или как может действительно звучать, предположим, хлеб банальный, вот как вы его видите. Однако, по словам специалистов, наблюдающих Джейсона, у него появились симптомы психического расстройства. Он избегает общения и тяжело переносит людные места. Недавно у Педжета даже диагностировали невроз навязчивых состояний. Если верить экспертам, необыкновенные способности, появляющиеся в результате травм, никогда не проходят просто так. Негативные последствия могут проявиться, если не сразу, то со временем. Далее в программе. Русский стиль. Самая знаменитая колода карт в СССР. Память о царской семье. Что связывает этих дам и королей с последним балом императорской России? И после этого балла были сделаны фотографии, которые и послужили прототипами уже этих карт. Бобровый десант. Американцы научили животных прыгать с парашютом. Кому и зачем это понадобилось? И что происходит с мохнатыми парашютистами после эксперимента? Это был самец бобра. Он так привык к этому, что когда коробка приземлялась и открывалась, то просто сидел внутри и ждал до тех пор, пока за ним не придут, чтобы поместить в другую коробку и попробовать снова. Загадка звездного форта в Португалии. Зачем построили крепость Элваш и какие тайны скрываются за ее стенами? Никто не вытесывал камни, они их обрабатывали звуком. Огненное Рождество. Как пожар в сеульском отеле изменил гостиничный бизнес? И почему жить выше восьмого этажа оказалось смертельно опасно? Создавался эффект дымовой трубы. То есть чем выше, тем скорость быстрее, и скорость распространения огня была очень высока. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. У меня в руках колода карт. Ее оформление часто называют русский стиль. В СССР этот дизайн, пожалуй, был самым популярным. Его пытались заменить новыми изображениями, но народ продолжал выбирать именно эти картинки. Мало кто знает, но на самом деле на них отображена история царской семьи. Мистики утверждают, гадание на этих картах предсказывает лишь беды. Но почему? И что их связывает с последним придворным балом в истории Российской империи? Карты, которые коллекционеры называют русский стиль, были самыми растиражированными в СССР. Такая колода находилась почти в каждом советском доме. Их изготавливали на комбинате цветной печати, бывшей Александровской мануфактуре с 1923 года. Но мало кто знает, что прототипами для высших арканов колоды, королей, дам и валетов, были реальные члены русской императорской семьи. В феврале 1903 года в зале Петербургского Эрмитажа состоялся роскошный бал российского императорского двора. Праздновали Масленицу. Это был последний прием, на котором собрались все самые знатные семьи России. Там были все представители одетые в костюмы 17 века, причем эти костюмы были специально шиты замечательным русским мастером, и это были уникальные сами по себе костюмы, и после этого бала были сделаны фотографии, которые и послужили прототипами уже этих карт. Наряды шили лучшие портные. За украшения отвечал императорский ювелирный дом Фаберже. Все до единого камня были подлинными. Позже великий князь Александр Михайлович, муж старшей сестры императора Ксении Александровны, писал, «Новая враждебная Россия смотрела через громадные окна дворца. Пока мы танцевали, в Петербурге шли забастовки рабочих». Каждая карточная масть в гадании обозначает определенное событие. Как ни парадоксально, но судьбы представителей дома Романовых сложились точь-в-точь, как обещали карты с их изображением. Например, сестра императора Ксения Александровна стала дамой червей. Этой масти всегда сопутствует любовь и верность. Ксения действительно дожила до преклонных лет в окружении своих детей. Великая княгиня Ксения вместе с мужем сначала переехала в Данию. После этого Георг, который близкий родственник, практически кузен, предложил переехать в Англию и подарил им дом недалеко от Вензорского дворца. И, в общем, слава богу, они там хорошо устроились, и дети прекрасно устроились. И, в общем, у них достаточно хорошая жизнь была, в отличие от других Романовых. Старшей сестре императрицы Елизавете Федоровне досталась роль дамы Треф. Эту масть связывают с потерями, страданиями и даже смертью. Их сначала перевезли в Екатеринбург, а потом перевезли в Алапаевск. Их просто уничтожали, сбрасывали в шахту, потом заливали кислотой, и, в общем, это очень все страшно было, и люди гибли ужасным образом. И, может быть, я перехожу в такую мистику, на самом деле вот дама Треф это, конечно, очень тяжелая карта, карта смерти и так далее. Пиками в Гадании обозначают везение и удачу. В этой колоде дамой пик стала княгиня Зинаида Юсупова. Ее судьба, конечно, сложилась совершенно по-другому. Она вместе с мужем сначала эмигрировала в Крым, и через Крым они ехали уже в Италию, и обосновались в Италии. У них была там недвижимость, и какие-то ценности они все-таки смогли вывезти за границу. Бубновым валетом стал внук императора Александра Второго Андрей Владимирович. Он пережил революцию и был последним великим князем дома Романовых. Бубновая масть наполняет человека хорошей энергией, говорит о позитиве, и всего тому, что относится к эмоциям. Эта карта несет процветание, перспективу в каких-либо делах и начинаниях. Но неужели значение карт действительно могло отразиться на судьбе своих прототипов? Или это просто совпадение? Карты обладают чрезвычайной магической силой. Когда членов царского рода расположили по арканам, конечно же, это могло отразиться на их судьбе. Кому-то достались счастливые карты, они скорректировали их судьбу в лучшую сторону, а кому-то наоборот. Окультисты утверждают, карты способны не только рассказать о прошлом и будущем, но с их помощью можно даже изменить свою судьбу. Например, считается, что если нанести портрет живого человека на определенную карту, ее значение действительно отразится в событиях его жизни. Однако никаких научных доказательств этому, естественно, не существует. Эти уникальные кадры, снятые 70 лет назад. На них запечатлено невероятное. Бобра по кличке Джеронимо готовят к прыжку с парашютом. Всего в отряде бобрового десанта насчитывалось 76 зверей. Каждый из них совершил как минимум по одному прыжку. На счету Джеронимо их было больше десятка. Но кому и, главное, зачем понадобилось ставить такие необычные эксперименты над животными? И что стало с питомцами после окончания опытов? Эти уникальные кадры были случайно обнаружены в одном из архивов США в штате Айдаха. На кинопленке, снятой более 70 лет назад, запечатлена операция по сбросу бобров с парашютом. У бобра по кличке Джеронимо прыжков с парашютом не меньше, чем у начинающего десантника. Но кто и для чего решил учить зверька опасному спорту? Это началось еще в 1948 году. Маккол. Такой провинциальный городок, там много деревьев и очень много бобров. У жителей начались проблемы, связанные с бобрами, и люди решили, мы должны вывезти их отсюда. В качестве нового места жительства для бобров представители департамента выбрали участок девственных лесов, так называемую «Чащу без возврата», резерват имени Фрэнка Чорча. Но как доставить животных в эти глухие дебри, американские лесники придумали не сразу. Лесники пытались их перевозить на лошадях, потому что на транспорте туда добраться было невозможно. Ну, во-первых, запах бобра, это нервировало лошадь, жужуные тоже нервировались, начинали, соответственно, дергаться, а бобры крупные, они до 30 килограмм веса. Ну, понятно, когда он начинает там метаться в разные стороны. Необычное решение проблемы нашел один из сотрудников департамента Элмо Хитер. Звучит невероятно, но он предложил доставлять бобров к месту их будущего обитания самолетом и просто сбрасывать зверей в чащу. Правда, чтобы животные не разбились, Хитер задумал надеть на каждого парашют. Планировали сделать корзину, но оказалось, что это не очень надежно, потому что корзину мог прогрыть еще и либо в самолете, либо в воздухе. Спустя несколько дней Хитер разработал специальный короб с отверстиями для нормальной циркуляции воздуха, который легко раскрывался при ударе о землю. После того, как систему проверили на обычном грузе, лесники перешли на эксперименты с животными. Он был выбран самим Элмо Хитером, а звали его Джеронимо. Это был самец бобра. Он приземлился на равнине, коробка открылась, как ей было положено при ударе об землю, и Джеронимо выскочил наружу. Они продолжали этот эксперимент снова и снова. Он так привык к этому, что когда коробка приземлялась и открывалась, то просто сидел внутри и ждал до тех пор, пока за ним не придут, чтобы попробовать снова. В это сложно поверить, но после того, как опыты на Джеронимо были признаны успешными, в 1948 году таким способом к новому месту жительства было перемещено 76 бобров. Первопроходцу Джеронимо за все его мучения исследователи дали лучший участок леса и трех молодых бобрих для компании. И, как уверяют лесники, бравый десантник быстро освоился, обзавелся потомством. А контейнер, в котором он спустился на землю, еще долгое время использовал в качестве дома. Далее в программе. Дети Маугли, последователи секты Вавилонская башня, превращали своих малышей в зверей. Зачем они это делали? И почему отец самой знаменитой девочки, дикарки Джинни Уайли, желал ее смерти? Уважение частной жизни это одна из главных ценностей для многих американцев. Но эта ценность очень часто показывает другую сторону медали. Например, как в данном случае. Загадка звездного форта в Португалии. Зачем построили крепость Элваш? И какие тайны скрываются за ее стенами? Никто не вытесывал камни, они их обрабатывали звуком. Тайна подземного дворца горы Хуашань. Кто его создал? Как и зачем? Кому предназначались эти невероятные хоромы? Объемы пещер потрясающие. То есть в этих гигантских залах можно смело беспилотники запускать. Деревня динозавров. На территории России найдены многочисленные останки древнейших рептилий. Кто обитал на наших землях миллионы лет назад? Вместе могут быть и хищные, и травоядные. Это свидетельство катастрофы. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. По статистике в мире ежегодно находят не менее 20 так называемых детей Маугли. Эксперты считают, что лишь у 3% из них есть шанс адаптироваться к жизни в человеческом обществе. Мало кто знает, но в США в 70-х годах последователи секты Вавилонская башня сами создавали таких детей. Но зачем они это делали? И почему отец самой известной девочки Маугли Джинни Уайли желал ее смерти? 4 ноября 1970 года в здании Департамента социальной помощи Калифорнийского Темпл-Сити появились немолодая женщина и девочка. Ребенок вел себя необычно. Плевался, царапался и передвигался дерганной так называемой кроличьей походкой. Женщина сказала, что ее дочери требуется помощь. Документов ни у женщины, ни у ребенка не было. На допросе следователи смогли узнать только их домашний адрес и имена Айрин и Сьюзан Уайли. Однако для конспирации полицейские стали называть девочку Джинни. В тот же день историю 13-летней дикарки показали по всем телеканалам страны. Это был настоящий шок. Она даже не знала, что такое твердая пища. Она не могла правильно сказать ей 12 или 13. По умственному развитию она находилась на уровне годовалого ребенка. Медики утверждали, девочка родилась физически здоровой. В первый год жизни ее несколько раз осматривал педиатр. Именно он предположил, что Джинни может отставать в развитии. После этого отец ребенка Кларк Уайли изолировал ее в одной из комнат. Когда отец узнал о возможных проблемах в развитии его годовалой дочери, он изолировал ее от мира. Он не знал, что с ней делать. Он привязывал ее к стулу, держал в комнате и с которой не разрешал выходить. К 13 годам девочка не знала, что такое туалет и не умела жевать твердую пищу. Оказывается, все эти годы Уайли кормил дочь только молоком и жидкими смесями. По мнению специалистов, он надеялся на скорую смерть ребенка. Если ребенок развивается в ситуации бедной или обедненной речью или эмоциями, то в принципе ему откуда их взять? Потому что все, что мы имеем, это то, что мы получили генетически, плюс то, что нам дано в процессе воспитания. И да, самый яркий и самый насыщенный момент это до 4 лет. Кларк пообещал жене, что отпустит дочь к врачу, если та доживет до 12 лет. Мать Джинни, Айрин Уайли, страдала катарактой обоих глаз и практически не выходила из дома. Но когда Уайли не выполнил обещанное, Айрин забрала ребенка и обратилась в департамент за помощью. Но почему ей понадобилось столько лет, чтобы решиться на это? И почему за все эти годы никто из соседей не обратился к властям? В Соединенных Штатах судебная система построена таким образом, что государственные надзорные органы имеют очень мало прав в отношении насилия над детьми. Уважение частной жизни это одна из главных ценностей для многих американцев. В данном случае, когда соседи просто не смогли что-то сообщить, или они были безразличны. В семье Уайли было четверо детей. Как позже выяснили свидетели, все они стали жертвами родительской жестокости. Двое мальчиков, первые дети Кларка и Айрин, погибли совсем малышами. Третий, Джон, сбежал из дома. Ему было всего 10 лет. Обоим родителям предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми. Узнав об этом, Кларк Уайли покончил с собой, оставив предсмертную записку. Мир никогда не поймет. Позже полицейские предположили, Кларк Уайли мог быть последователем секты Вавилонская башня. Адепты этого религиозного учения считали, что такая изоляция детей – путь к божественному просвещению. В Америке оказались огромное количество приверженцев среди мигрантов различных еретических сект. Значит, она придерживалась тех принципов, что ребенок ребенку не надо развивать, его не надо воспитывать, его не надо ничему учить, и тогда он сможет постичь язык, на котором говорили люди до вавилонского столпотворения. Последователи секты держали своих детей в одиночестве в темном помещении, никогда не разговаривали с ними. Они верили, таким образом их чадо попадают в руки самого Господа, и лишь он определяет, каким разумом наделить ребенка. Социальная изоляция детей была распространена с 13 века в Испании. Но тогда существовали масса других сект изверского характера, каиниты, кочегары и прочее, прочее, которые практиковали в том числе как изоляцию детей, так и детские жертвоприношения. В течение пяти лет Джинни проходила реабилитацию. Социализацией девочки занимался целый штат врачей, но они смогли научить ее лишь нескольким словам. По воспоминаниям работников, первое, что сказала Джинни, было «хватит». Я склоняюсь к тому, что часть функционала можно было бы восстановить, если бы был соответствующий генетический набор. В реальности ребенок впитывает те схемы, те паттерны поведенческие, которые его окружают в этот момент, в момент становления. Сейчас Джинни 60 лет. По данным журналистов, она живет в одной из частных клиник в Калифорнии. Ее содержание оплачивает старший брат Джон. Медики утверждают, Джинни освоила язык жестов и свободно общается на нем. До самой смерти Айрин пыталась вернуть себе опеку над дочерью, но власти штата отклонили все ее обращения. Форт Элвош одно из самых популярных туристических мест Португалии. Момплекс построек три бастиона и акведук относят к 17 веку. По словам экскурсоводов, эта крепость уникальная оборонительная система. Однако ряд исследователей считает, Элвош создавали вовсе не для защиты и не в 17 веке. Эксперты утверждают, что его необычная форма, форт напоминает десятиконечную звезду, это мистический символ. Но кто и зачем мог возвести это сооружение? И что его связывает с Россией? Форт Элвош окружают километровые стены. Считается, что их построили специально для защиты города. Но тогда почему в них видны замурованные арки? Официально эта крепость называется Форт Божьей Благодати. Элвош ее прозвали местные жители по аналогии с городом. Собственно, крепостные сооружения начаты в 1641 году. Его строит граф Липпе. Это отдельное сооружение, такая маленькая крепость вдали от большой крепости, которая просто прикрывает большую крепость и не дает занять врагу вот эту высоту. Сооружение поражает своими масштабами. его площадь 3 квадратных километра. Для сравнения, это в 10 раз больше московского Кремля. Считается, что форт был построен в 17 веке, но ряд исследователей сомневается в этом. Крепость упоминается в хрониках сражений 17 века, однако ни в одном источнике не говорится о дате ее постройки, лишь о начале переделки укреплений в 1641 году. Порт Элвыш он был перестроен в 17 веке, а до этого это была старинная постройка, а предначальное значение, как правило, это чисто бытовое. В качестве доказательств исследователи называют многочисленные отверстия яйцевидной формы внутри стен. Их предназначение историки не могут объяснить уже более века. По словам некоторых экспертов, архитектура форта вообще не соответствует требованиям артиллерийской обороны. Например, бойницы крепости слишком узкие, через них орудия могли бить только прямо перед собой. Но если эти проемы не для пушек, то для чего? Например, для передачи воды, которая находилась в рве вокруг этого форта специальные трубы, которые как капиллярные явления работают, могли вытаскивать эту воду на высоту. Мы сейчас эти капиллярные явления не используем, как не используем атмосферное электричество, которое использовалось нашими предками еще в 19 веке. Действительно, по периметру крепость окружает неглубокий ров всего 50 сантиметров, слишком маленький, чтобы стать препятствием во время осады. По словам местных экскурсоводов, это декоративный бассейн. Но зачем его построили у стен военной крепости? Представляете, какую яму надо было выкопать в середине 17 века, чтобы от нее сейчас осталось хотя бы 50 сантиметров. По-моему, это вполне серьезная обрань. в середине 18 века он мог быть гораздо глубже. Исследователи исчезнувших цивилизаций считают, этот форт был построен тысячи лет назад. Его могли использовать как источник энергии, и, возможно, в нем находились некие научные центры. Форт построен по принципу батареи, то есть в центре находятся сооружения, видят цистерны, которые можно считать электродом, которая получала энергию и могла качать воду, то же самое полученное из атмосферы. Однако ученые официально утверждают, эти крепости фортификационные постройки, а их звездная форма не мистический символ, а стратегическая необходимость. Удобно защищает там нет мертвых зон, так называемых, то есть все хорошо простреливается там. Это было направление, направление общеевропейское. Для замурованных арок и странных отверстий яйцевидной формы у ученых тоже нашлось объяснение. Скорее всего, новый оборонительный форт в 17 веке возводили на фундаменте старого замка. Часть стен могла просто сохраниться со времен Средневековья. В конце прошлого года в Батуми пожар в отеле Леогрант унес жизни 11 человек. По словам экспертов, в гостинице были нарушения. Отсутствовала пожарная лестница. Мало кто знает, но современные нормы безопасности для гостиниц появились после трагедии, произошедшей 25 декабря 71 года в отеле Дай Юнкак в Сеуле. В прессе катастрофу назвали огненным Рождеством. Тогда 164 человека погибли. Больше сотни попали в больницу с травмами и ожогами. Но почему гостиница вспыхнула как факел? И как дипломату из Тайваня удалось выжить после 8 часов проведенных в здании охваченным огнем? 25 декабря 1971 года около 10 часов утра в сеульской гостинице Дай Юнкак на кухне первого этажа взорвался неисправный баллон с пропаном. В округ было много горючих материалов огонь стал быстро распространяться по нижним этажам а потом стал подниматься вверх по лицу Пока гости завтракали пламя охватило весь первый этаж и подобралось ко второму Системы оповещения в отеле не было К тому моменту когда о пожаре стало известно на верхних этажах нижние уже были полностью охвачены огнем Оказалось противопожарной системы в отеле не было По словам экспертов она могла бы остановить стихию еще в первые 20 минут но меньше чем за час огонь дошел до верхних этажей Это высотное здание создавался эффект дымовой трубы чем выше тем скорость быстрее и скорость распространения огня была очень высокая Жители верхних этажей оказались в ловушке все запасные выходы были заперты вечером в ресторане отмечали Рождество и опасаясь что гости могут уйти не заплатив официанты закрыли все кроме центрального входа Спасатели оказались бессильны в здании было 22 этажа а пожарные лестницы не доставали выше восьмого многие находившиеся в ресторане в панике бежали на крышу отеля люди даже начали выпрыгивать из окон собственно спасательных вертолетов у Кореи тоже тогда не было это были вертолеты американской армии и которые снимали очень мелкими группами люди буквально цеплялись за естницей люди срывались пожарные смогли войти в здание только через восемь часов невероятно но в одном из номеров они обнаружили живого человека престарелый дипломат с Тайваня сидел в ванне по шею в воде виновными в трагедии признали десятерых человек директора и владельца гостиницы расстреляли этот пожар заставил владельцев и проектировщиков высотных зданий изменить правила пожарной безопасности и планировку не только в Сеуле но и во всем мире все правила безопасности написаны кровью погибших стали проектировать лестницы которые можно использовать для эвакуации в случае пожара стали появляться уже лестницы достаточной высоты которые позволяли проводить эвакуацию и так далее между тем если верить статистике в мире ежедневно происходит около 450 пожаров в высотных домах в среднем в них гибнет до 50 человек сегодня каждый пятый жилой дом строящийся на территории нашей страны превышает 12 этажей в высоту недавно в России изменили стандарты для лестниц машин пожарной охраны например в Москве большая их часть теперь достигает 27 этажа международная группа исследователей заявила что на земле на всем протяжении 30-й параллели находятся аномальные зоны например эти координаты соответствуют знаменитому Бермудскому треугольнику египетским пирамидам сфинксу и мексиканским руинам мало кто знает но в Китае в районе северной широты в 30 градусов тоже есть своя загадка это так называемый лабиринт каменных пещер или цветочная гора она находится недалеко от известной достопримечательности горы Хуашань эти пещеры одни из самых больших и самых загадочных древних построек поднебесной но кто и когда их создал и для кого предназначались эти 36-комнатные хоромы самая большая пещера китайской горы Хуашань ее еще называют цветочной 12 тысяч квадратных метров это почти 10 баскетбольных площадок или два футбольных поля считается что их начали строить 1700 лет назад но кто и для чего там селились в древности какие-то даосы даосские школы которые прежде всего выплавляли так называемую пилюлю бессмертия из различных отваров ну а также из ртути свинца мышьяка золота и в конце концов маленькими частями принимали ее умирали конечно физически но считалось что они обретали бессмертие однако большинство экспертов уверены монахи лишь пользовались уже готовыми постройками сами пещеры были созданы задолго до появления даосских школ в горах исследователи выдвигали версии что это была каменоломня или зернохранилище но добывать камень легче на поверхности охранить зерно в таком влажном месте попросту невозможно специалисты предположили это могут быть незаконченные царские палаты однако ни в одном из сохранившихся источников упоминаний об их строительстве нет версию о храме тоже отвергли никаких следов ритуальной деятельности например алтарей или росписи на стенах надписи на стенах не сохранилось что абсолютно не характерно поскольку обычно в таких аналогичных пещерах мы можем видеть массу надписей на стенах например куски из сутр или из каких-то других произведений еще одной загадкой стала технология создания гротов удивительно но внутри гора практически полая куда же делся весь камень который должен был остаться после столь масштабных работ объемы пещер потрясающие то есть по идее так сказать в этих гигантских залах можно смело беспилотники запускать например если исследовать потолки таких пещер то придется совершать настоящие альпинистские восхождения именно с применением именно профессионального оборудования ученые подсчитали что вынутым из гротов камнем можно замостить дорогу в 240 километров но по словам исследователей в ближайших пещере районах ни дороги ни дома ни храмы из этого камня никогда не строили но тогда куда же он делся скорее всего первоначально это были естественные пещеры как это делается в обычных карстовых горах но они были искусственным образом обработаны и таким образом были подняты их потолки они были укреплены и очевидно видно что там были сделаны искусственные колонны так чтобы эти пещеры из себя представляли настоящие дворцы действительно ряд экспертов придерживается версии о природном происхождении гротов в доказательство своей гипотезы они приводят тот факт что в пещерах нет следов масштабного использования масляных ламп а других источников света в древнем Китае попросту не было огромная масса рабов должна отшлифовать стены или колонны скажем так в таких гигантских пространствах и используя именно примитивные инструменты понимаете даже чтобы гигантские плиты доставлять на место стройки на обычных валах или там я не знаю на лошадях или с помощью бревен и рабов эту задачу выполнить практически невозможно приверженцы этой гипотезы утверждают многочисленные мелкие постройки напоминающие кровати и мосты действительно могли создать монахи но только через тысячи лет после образования самой пещеры однако в гроте номер 35 есть идеально ровная словно обработанная чем-то стена протянувшаяся до самой земли под углом 45 градусов ее ширина 15 метров длина 30 по словам геологов такую идеальную форму природа создать не могла остается загадкой каким образом и для чего даосские монахи могли прорубить этот коридор это похоже на обычный кусок речной глины но на самом деле перед вами фрагмент яйца динозавра российские археологи нашли этот осколок скорлупы во время раскопок в поселке Шестакова Кемеровской области по словам экспертов после обнаружения ушло несколько лет на извлечение хрупких артефактов из окаменевшей породы сегодня территорию этого заповедника называют родиной русских динозавров кто обитал на наших землях миллионы лет назад что мы знаем об их жизни и как объясняем их смерть невероятно но этому яйцу около 100 миллионов лет эмбрион не сохранился однако российские ученые совершили настоящий прорыв по частицам скорлупы они определили что яйцо отложила самка хищного динозавра терапода оно сплютнуто с одного конуса ну как яйцо курить представляете вот такие яйца считалось что были характерны только для птиц сейчас выясняется что они появились раньше птиц уже продвинутые хищных динозавров тоже были такого типа яйца по мнению археологов кладка яиц динозавра находилась в пойме древней реки во время половодия гнездо было разрушено если бы этого не произошло вылупившийся динозавр вырос бы примерно таким по меркам мезозойской эры малыш взрослые троодонтиды не достигали даже метра можно сейчас видеть как происходила вот эта эволюция птичьих черт в эволюции этих птичьих динозавров как постепенно появились перья разные сначала были примитивные видения потом более усложнялись перья наконец были маховые перья с бородками даже асимметричные перья они появились да еще до птиц у птичьих динозавров поселок Шестакова окружен пологими холмами это отложение мелового периода там внутри археологи и находят останки доисторических животных вся эта территория заповедник и охраняется государством там многочисленные остатки находили и находят но после так сказать развала союза в общем-то плановые раскопки там были прекращены и вот сейчас наверное происходит случайно допустим берег реки оползает вылезает кости тогда раскапывают в 1953 в 1953 году поселок Шестакова прославился на весь мир тогда археологи впервые нашли череп и неполный скелет пситокозавра которого за его большой клюв назвали ящером-попугаем однако это был не обычный пситокозавр а еще неизвестный науке вид отличавшийся рогами наростами на голове ученые назвали его сибирским сибирский пситокозавр самый крупный он достигал почти двух метров длины это очень крупный для пситокозавров многие не превышали длину скажем дворняшку то есть по пситокозавровым меркам это был настоящий гигант летом 2014 года археологи обнаружили останки сразу десяти особей сибирских пситокозавров разного возраста перед гибелью рептилии сбились в кучу причем взрослые особи окружили детеныши явно пытаясь их защитить когда находят в разных местах огромное количество костей причем вместе могут быть и хищные и травоядные то есть с точки зрения даже обычной логики я не говорю про научную точку зрения это свидетельство катастрофы когда виды различные виды животных умирают одномоментно двум другим найденным пситокозавром ученые дали имена Ромео и Джульетта они погибли одновременно их накрыл солевой поток археологи утверждают динозавры лежали в обнимку правда впоследствии выяснилось что обе особи были мужского пола за 60 лет исследований ученые выяснили что на территории Шестакова в меловой период обитали гигантские зауроподы достигавшие 24 метров в длину титанозавры ростом под 40 метров и весом около 100 тонн и дромеозавры мелкие хищники нападавшие на добычу стаи кроме них здесь любили бывать мамонты крокодилы черепахи и мелкие рептилии но чем их всех привлекала эта местность динозавры жили везде по всей нашей планете просто далеко не везде сохраняются их кости и это место уникально тем что там сохранились отложения в которых сохранились кости динозавров и эти отложения сейчас скрыты на поверхности поэтому можем их изучать по словам экспертов во времена мезозоя на дне Шестаковской котловины находилось небольшое озеро заполненное илом и полужидкой глиной из-за испарения воды почва вокруг него была покрыта налетом солей соединений магния кальция и натрия динозавры и другие доисторические животные спускались к озеру чтобы добыть минеральную подкормку но обрыв периодически обваливался и засыпал их целиком выдающийся французский математик Блес Паскаль говорил я только с теми кто ищет истину с вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу загадки человечества давайте искать истину вместе субтитры субтитры